Должен специализированный магазин выйти. И пусть там продают хороший алкоголь, но не какой-то подделки и все. Вот эти все магазины закрыть, они не нужны. Открыть специализированный магазин, и чтобы он действительно продавал нормальную алкоголь. Есть люди, которые пусть, ради бога, я не против, но вот это все шарашки, они должны быть закрыты. Вот новый губернатор у нас, он должен взяться за это дело. Если появится специализированный магазин по продаже алкоголя, изменит что ли? Это, конечно. Во-первых, вот эти ханурики. Да, да, да. Они не пойдут в специализированный магазин. Они идут вот пивнушку. Соточку выпил, да, и пьяные валяются на лавке. Проспался, через час-полтора опять соточку прошелся, рубль-два собрал, и опять то же самое. Запрет продажи алкоголя приведет к тому, что будут просто появляться подпольные продажи самогона и подобных средств, и еще только усугубит ситуацию. Нужно начинать с малого. Вот, например, у нас тут вот есть пивнуха, которая торгует алкоголем вне зависимости от того, вот когда там, от времени суток. Здесь постоянно бомжи, разные личности. Вот надо начинать сначала с такого, а не с продуктового магазина считают. Я считаю, это неправильно. Ну, захотел человек, едет он, допустим, с природы или с дачи, поработал с устатку, надо ему хоть чуть-чуть. Не сильно много, но и немножко расслабиться. Он куда же, специализированный магазин должен бежать. Последний звонок был, в магазинах они продавали. А сюда все шли, не только там вот по 100 грамм выпивали, а бутылку прям наливают. Левую водку. Ну, что-то даст, если продуктовых прекратят продавать. Ну, пускай это специальных вот. Кому лужу он и так найдет. Как бы ни хрен. Как считаешь, даст это что-то, нет? Ничего не даст. Только в лес будет продажа, так сказать, дешевого, напитка. Фальсифицированного? Конечно. Все правильно. А где продавать тогда? В специализированном магазине должно быть. Что-то это даст? Во-первых, дети меньше будут. Ты идешь с ребенком, покупаешь и алкоголь, и продукты. И тут же ребенок видит, что здесь. А когда ты специализированный, то мужчина пошел, или там женщина пошла, она взяла на какое-нибудь торжество. И дети не видятся? Ну, нет, ну дети, кто видит со стороны. Ну, понимаешь, факт тот, когда, грубо говоря, знаешь, у нас застолье. Но когда дети отдельно, а взрослые отдельно, совсем другое. В принципе, я поддерживаю. Я поддерживаю. Пускай это будет в специализированных местах. Берут из общей продажи. Я только за. Скорее всего, правильно. Но надо какие-то ограничения вводить. Все-таки, наверное, с 25-ти там, например, даже. Возраст, вернее. Да, возраст. Возрастные ограничения. Так же насчет табака. Тоже это вот главный все-таки вопрос. Больше, чем алкоголь. Ну, да. А где продавать алкоголь тогда? В специализированных местах, в которых есть разрешение, лицензии. Вот этот вопрос им будет все-таки. Потому что много продают, как говорится, из-под тишка, неправильно. Вот. Ужесточить надо все-таки меры. Собрать какие-то подписи, наверное, населению. Менять, менять. Я говорю, надо специальные магазины делать, чтобы для алкоголя. Продуктовых не стоит? Нет, не стоит, нет. Да ничего это не даст, собственно говоря. Почему? Ну, потому что мы уже это проходили в своей истории. Запрет на алкоголь, виноградники вырубали. Все это было уже у нас в истории. Чем заканчивалось? Заканчивалось, тем шинки. А вот в последнее время еще сколько отравлений было? Вот по всей Сибири прокатилась волна отравлений. В суррогатном алкоголе, когда метиловый спирт людей отравили. Вот это чем и закончится. Больше ничем. Поэтому что здесь рассужать? Здесь рассужать нечего. Ну, вот предлагают, например, в закрытых витринах. Ну, в закрытых витринах. Понимаете, в чем дело? Это ведет только к тому, к монополии определенных лиц. Ну, что это даст? Да ничего не даст. Надо самообразование человека. Повышать, понимаете, его уровень. А эти запреты, мы все знаем, они ни к чему не приводят. Только к негативу. Поэтому отношение, конечно, такое вот отрицательное. Спасибо. Спасибо.